Хозяйка этого удивительного сада Татьяна Рябухина теперь по совместительству и экскурсовод на собственном участке. Гости станционного Полевского и соседи по улице часто приходят к ней наведаться и полюбопытствовать, не поселились ли здесь новые обитатели, чем еще новым удивит мастерица и выдумщица Татьяна Владимировна. Всем нравится. У свекрови подружки приходят посидеть на качеле, по беседке, пообщаться, послушать водоем. Мы часто с мужем зажигаем костер, вот здесь вот, просто в чугунке, вот в этом большом, варим картошку в мундирах. То есть очень часто с ребятишками сидим, летом практически раз-два в неделю собираемся. Первыми здесь появились клумбы пирамиды. Затем свои места обитания облюбовали зайцы и утки. На крыше беседки свели гнездо аисты, а хитроумный паучок сплел сети для незатейливой мухи. Все эти изделия сделаны из пенопласта. Татьяна Владимировна говорит, материал легкий в обращении, но сорный. Однако результат оправдывает все творческие муки. В процессе вот этого вот, ну творческой какой-то работы я отдыхаю. Так что для меня сложности это не составляет. Гостеприимная хозяйка любит, чтобы гости посидели у небольшого, но уютного фонтана, угостились вкусными плодами из ее сада. Здесь все радует глаз и доставляет радость. Каждая деталь продумана и сделана с любовью. Вот фонарики в прошлом году купили в магазине Аби. Они днем на солнечных батареях энергии заряжаются. И ночью, когда, ну не ночью, вечером, после 10 часов, вот нынче, они уже все светятся. Там фонарики у нас есть. В планах у хозяйки обустроить место под мангал и костровище. Все, что делает Татьяна Рябухина, общая тенденция для многих садоводов. Теперь земля идет не только для пропитания и поддержания семейного бюджета. Сейчас люди стали понимать, что она приносит еще красоту и радость. Эльмира Самухина, Алексей Иунов из Станционного Полевского для новостей нашего города.